Память Александра Алфимова, воина-пограничника, погибшего в Афганистане, в его родной островецкой школе, состоялся турнир по самбо. Сегодня родился турнир в честь нашего героя, который жил здесь, в островцах. Самое страшное в жизни – это забвение, когда мы не помним нашу историю. А теперь, когда будет каждый раз проходить этот турнир, всегда будут вспоминать Александра Алфимова. Александр с небес будет смотреть, я думаю, ему это понравится. Я хотел бы, наверное, сказать от себя лично, да и от всех, меня, я думаю, все поддерживают. Вам огромное спасибо и поклон за то воспитание, которое... Падали с вами русскую, и вот речь, которую вы сказали, я могу лишь здесь добавить одну простую истину ко всем словам, которые вы сказали. Дорогие друзья, уважаемые спортсмены, самое главное – слушать старшего. И все будет хорошо. Каждый родитель это каждому своему ребенку говорит. По самбо о памяти Александра Алфимова в первый раз турнир. Мы решили приурочить его к выводу войск с Афганистана и 23 февраля. Александр Алфимов – наш житель, выпускник островецкой школы. Мы решили в целях патриотического воспитания и памяти героям провести соревнования по самбо. В соревнованиях приняло участие 120 спортсменов с пяти клубов Москвы и Подмосковья. Это Красногорск, Котельники и Павловский посад. Все участники получат победитель. Первое, второе, третье место получат медали, грамоты. И есть специальные призы в номинации. За волю к победе, за лучшую технику, лучший саммест. 1 декабря 1986 года во время декабрьской проводки Курчумская застава шла в головной охране колонны. Александр Алфимов первый заметил врагов и открыл огонь сразу, исходя с места, пока застава не заняла позиции и начала вести огонь по противнику. Но к этому моменту он уже был тяжело ранен. Подвиг, совершенный Александр во имя спасения своих других товарищей – это проявление чести, доблести и отваги русского воина. Александр Алфимов посмертно награжден орденом Красной Звезды. Высшая степень мужества и отваги, а именно самопожертвования во имя спасения своих товарищей. Я понимаю, что ребята еще пока не совсем понимают, что это значит, но по крайней мере, я думаю, они будут запоминать и когда-нибудь поймут это. Поэтому я хочу вас поблагодарить за вашего сына, за воспитание и, конечно же, еще одну мысль хотелось бы сказать, что к этому подвигу может подвести человека только воспитание родителей, воспитание школы и, конечно же, воспитание спорта. Горжусь и радуюсь, что за детей радуюсь. Ну, это здорово. Вот уже сегодня 36 лет, как Саши нет. Видите, здесь у нас спортивное соревнование проводится в бронницах, автогонки на кубок тоже Саши. А здесь вот впервые посвящается. И мне отрадно, что здесь занимается тоже в коллективе спортивной школы, ученица Чурковской школы. Как раз после гибели Саши, там, ну, в работе музея, актив, приняли решение, как бы, увековечить память Саши. И каждый год проводили, вот, первую субботу декабря, день памяти. Уважаемая любимая Зоя Ивановна, я очень рад вас сегодня здесь приветствовать. И действительно, благодаря, Зоя Ивановна, именно вашей инициативе, вашему вдохновению, вы смогли нас побудить на то, чтобы мы вновь совместно с спорткомитетом организовали здесь турнир памяти об Александре. По словам организаторов турнира, соревнования в Сравецкой школе при поддержке администрации Раменского городского округа и Комитета по спорту и молодежной политике станут традиционными. Алена Иванова, Игорь Чернышев, Егор Кабанов. Слепограмм «Городские вести». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!